Задача армии — защищать свою землю. С 24 февраля 2022 года впервые у Российской армии появилась возможность показать, на что же она все-таки годна, насколько она применима по своему основному предназначению. В Курскую область вторгся враг, и вот наконец-то Российская армия доблестно встала на защиту той самой территории, которая с самых первых дней войны находилась под обстрелом. Кто, когда знал о существовании деревни Теткино? Она в сводках зазвучала с первых дней. По Теткино прилеты были с самого начала войны. Еще Киев был за четыре дня, а Теткино уже фигурировало. Как Российская армия в Теткино и в Курской области приготовилась за два с половиной года? Ведь бомбят, летают, вот здесь, кажется, забор, а вот там, кажется, корова, а вот здесь что-то еще похожее на дом пострадало. И ведь Российская армия на своей территории терпела все это праведным гневом, наливаясь и готовясь дать сдачи. И вот наконец-то выяснилось, что уже тогда, два с половиной года тому назад, Курская область, а также все остальные сопредельные территории Орловская, Брянская не интересовали Верховного Главнокомандующего, они подразумевались как территория, с которой, ну что произойдет, так к тому и быть. Защищать их никто и не собирался. И Теткино, по которому прилеты были с самого начала, абсолютно беззащитная территория, не удостоилась никаких войск, никаких полков, дивизий, вообще ничего. Ну прилетает и прилетает. И вообще это проблема губернаторов. Губернаторы, а с чего это вдруг у вас-то что-то прилетает? У нас тут праведная война с НАТО, мы тут наконец-то даем отпор супостату в украинской территории, а вы тут в России, в мирной жизни, что, не можете подготовиться? Армия должна была это сделать? Армии нет. И задачу ей никто такое не ставил. И вот начиная с 6-го числа российская земля под оккупацией. Враг пришел на российскую землю. И нужно было бы защитить ее, ведь задача государства, защита интересов граждан, задача армии, защита территорий. Нету никакой защиты территорий. И чем ответила сразу российская армия? Войск-то никаких нет. Вот, пожалуйста, украинцы идут по русской земле, по Курской области. Вот уже суд же замелькало в сводках, вот уже Рыльск начал обозначаться, вот уже Глушковский район практически весь, речка Сейм, несколько мостов через речку Сейм, и первый мост, который практически вот тут, за околицей Глушкова, был уничтожен, войскового подвоза нет. Российская армия на это ответила авиацией. И тут же вдавила по суд же и по своим. И те первые жертвы среди мирного населения, которых все время пытаются приписать Украине, но как-то не приписывается, это результат единственных возможных действий российской армии по защите российской территории, методом уничтожения российских граждан. Российская армия всегда так действует. Когда она защищает свои территории, когда она отбивает у врага свои территории, она уничтожает свои территории. Ну, в 1944 году в результате блистательной операции по деблокированию и возвращению в русские пределы и под советскую юрисдикцию города Минска. Что от Минска осталось? От Минска остались руины. Сейчас, когда Россия наконец-то освободила от фашизма часть украинских территорий, Авдеевку, что осталось от Авдеевки? Ничего не осталось от Авдеевки. И вот этот же самый метод. У России он не подразумевает людей. Неважно, есть ли они там или нет. Раз они оказались на территории военных действий, действий российской армии, на территории, где идет война. Да ну что вы, вы кто такие на фоне войны, на фоне наших сверхзадач геополитических, освобождения отчизны. Люди, вы кто? Вы здесь с какой стати? Вы уже списаны, вы жертвы, вы погибли. Нет никаких интересов. И никто не собирается вас спасать. И мирное население, кстати, той же самой Суджи, оно так удивилось, оказывается, война. И оно заголосило, оно должно было вообще-то уйти в партизаны. Ну, вроде как по рейтингам Путина подразумевалось, что все-то за него, и все за Барина, и все за отчизну, за Родину-Мать. И должны были, наверное, уже как-то пытаться создать партизанский-молдаванский наш отряд, и вот наконец-то уйти в подполье и дать отпор. А вместо этого они заголосили, ну, ты это там, отец родной, ты уж договорись, пусть нас обратно пустят в Курск, в мирную жизнь, к нашим пенсиям, к нашему телевизору. Россия не учитывает их интересы и просьбы. Россия их уже списала. Это украинцы рассказали, вы знаете, тут ваши просятся. А Россия сказала совершенно другое. Всем надо понять главное. Если населенный пункт Курской области под противником, то его больше нет. Просто нет. При контрнаступлении с огромной долей вероятности он будет стерт с лица земли. И все, кто привязывается к своему имуществу, должны понимать, что потеряют и имущество, и, скорее всего, война унесет и жизнь в итоге. Это какой враг такое сказал? Это кто предупредил, что, оказывается, вы все погибнете, вы не будете учитываться российской армии как главная цель освобождения этих территорий? Не вас освобождают, а всего-навсего землицу родную, на которой вы лишние. Это какой украинский диверсант сообщил такое? Это кто неприглядную правду бросил в глаза беззащитному мирному российскому населению, которое уповает на губернатора, на верховного главнокомандующего, на армию? Это сообщил советник временно исполняющего губернатора Курской области Роман Алехин. Это свой сказал. Он сказал абсолютную правду. Россия всегда так действует. Она уничтожила Минск, она уничтожила Авдеевку. Россия по опыту Второй мировой войны всегда именно так себя и вела. Красная армия отступала под натиском фашистской Германии. Входила в какую-нибудь русскую деревню, советскую деревню, где все, кто остался, бабушки, дедушки, накормили, напоили, как могли. Они сражались за Родину. Помните как раз там про постой в этой деревне практически половины фильма. Как принимали, как укрывали, как готовили, дали поесть. На ночь, в конце концов, кровь предоставили. И вот после такого гостеприимства Красная армия продолжает отступать. И, поцеловавшись с бабушкой, перекрестив ее, услышав напутственное «Сынки, возвращайтесь, я вас жду», эту гостеприимную избушку наносят в качестве первой цели на карты. Потому что через пять минут после того, как Красная армия ушла за околицу, туда вошла фашистская армия, германская. И после этого деревня — это легитимная цель. И эта бабушка, которая на ночь привлечила красноармейцев, она всего-навсего жертва войны. И она, безусловно, будет убита. Потому что понятно, что в ее избу через пять минут придут немцы, а через десять минут по ним будет открыт огонь. И они будут уничтожены, поскольку главная задача — это перебить врага. А то, что при этом будут уничтожены свои, ради которых война, не имеет никакого значения. И поэтому советник губернатора Роман Алёхин сказал абсолютную правду. Именно так. Сейчас в Курской области бесчинствует враг. Он там свои комендатуры открывает. Он там гуманитарную помощь привозит. Он там пытается русскому населению как-то помочь. А российская армия считает нужным стереть с лица земли всех этих русских людей. Всех своих граждан, всех своих подданных вместе с их деревнями и городами. Потому что защита — это не защита людей. Это защита статуса президента. Это защита тех самых границ, которые должны быть незыблемы. Но почему-то не получается. Украинская армия на Курской области не остановится. Она пойдет дальше. Брянская, Орловская. И российская армия попытается уничтожить свою Брянскую, Орловскую, как она сейчас уничтожает вместе с людьми свою Курскую область. Брянская армия Брянская армия Продолжение следует...